Приветствую коллеги от аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмилы и самия Актура Диатурин. Итак, в пятницу у нас американский доллар сильно сдает позиции. Видно, что индекс доллара у нас провалился на почти 1,4%. Снижается он против большинства основных валют. То есть у нас такой масштабный даунтренд сейчас в долларе наблюдается. Распрощался он с одним из главных драйверов, одним из главных факторов его недавней поддержки, которая ему позволила укрепиться, отскочить вот здесь получается от уровня 90 примерно. Это коррекция на американском фондовом рынке. Вчера в четверг у нас покупатели все-таки взяли верх, смогли они перебороть свои страхи и вывести SP500 выше 4100 пунктов, прибавил он более 1% вчера. Конечно же это не могло не отразиться на настроениях, потому что напомню, что в четверг, точнее подходя к четвергу у нас индекс SP500 приближался к уровню 4000 вот здесь. Это такой важный психологический, психологическая отметка. Если бы мы шли к ней, провалились бы ниже нее, то конечно бы все заговорили о какой-то начавшейся полноценной такой коррекции, которая несколько месяц продлится, да, то есть не смогут сразу рынки оправиться. Но здесь мы, получается, выкупаем после движения вот в сторону 4000, рынки выкупают это. Мы видим рост вчера на американской сессии по всем основным индексам. Мы видим положительный рост, ну кроме вот до, да, который незначительно снизился. Сегодня, собственно, оптимизм подхватили и остальные рынки. Японский, южнокорейский индекс, японский, австралийский, они все в плюсы. Затем у нас оптимизм перебрался и на европейские рынки, которые все у нас показывают с неполучительной динамикой. Ну и, собственно, фьючерсы на американский индекс, они также указывают сегодня на позитивный старт. Доллар, на мой взгляд, продолжит, что у нас движение в сторону уровня 990.25. Мы говорим про индекс доллара. Катализатором движения, скорее всего, выступит отчет по розничным продажам в США. Намечен его релиз, собственно, на сегодня у нас значение основного показателя прогноза по нему составляет 1%. По базовым показателям мы видим 0,7%. И интересно, конечно же, разобрать, что у нас пройдет, если здесь будет какой-то положительный сюрприз или, например, будет отрицательный сюрприз по отношению к 1%. Что в данном случае будет происходить? Давайте сначала разберем вариант положительного сюрприза. Если у нас будет значение выше 1%, это, конечно же, снимает опасения, связанные с вот этим влиянием слабого апрельского нон-фарм-прирост, где-то очень сильно не оправдал прогнозы рост рабочих мест, чуть ли втрое меньшего не оказался прогноза. И если мы видим сегодня положительную ситуацию в потреблении в розничных продажах, это, конечно же, позволит списать слабый апрельский отчет именно по рынку труда на какие-то, знаете, на влияние некритичных эффектов. Среди них можно выделить временный дефицит низкоквалифицированной рабочей силы в США за счет того, что там правительство широкую поддержку организовало экономики, точнее, население в виде выплат, в виде повышенных пособий и так далее, и плюс сезонные корректировки. То есть мы как бы говорим о том, что, несмотря на слабый у нас отчет по рынку труда, не задето потребление, не задето потребительский оптимизм. В случае, если все-таки это происходит, и мы видим положительное отклонение от прогноза, опять же, это вот эта вся история с инфляционными ожиданиями, что у нас есть риск того, что инфляция в США ускорится, и это приведет к тому, что у нас дальше продолжит расти доходность по казначейским облигациям, в частности, долгосрочным казначейским облигациям. Сегодня, как мы видим, они умеренно здесь корректируются. Если мы, собственно, видим положительный сюрприз в розничных продажах, скорее всего, аптренд возобновится, так как главный компонент потребления заявил о себе, заявил о себе положительно, а значит, инфляции быть, дальше ей ускоряться. Банды дальние, конечно же, будут негативно на это реагировать. Собственно, если мы видим укрепление в розничных продажах, скорее всего, фондовые рынки, рисковые активы у нас положительно реагируют, потому что им сейчас нужны положительные новости по экономическому росту, по перспективам экономического роста, и розничные продажи, как нельзя, кстати, придут на подмогу, как раз выступят тем желанным отчетом, который бы рынки хотели увидеть. Ну и, собственно, тогда у нас по доллару история с тем, что реальные ставки в США из-за усиления инфляционных ожиданий дальше двигаются вниз, снова у них даунтренд, меньше привлекательности в американских активах, фиксированные доходности, инвесторы ищут доходность за рубежом. И это все, конечно же, провоцирует отток из американской валюты и ее дальнейшее снижение. Поэтому, на мой взгляд, позитивный, еще раз, да, позитивный отчет по розничным продажам и с получительным сюрпризом, это у нас доллар вниз, я бы отметил уровень 90.25 здесь на отчете. Фондовые индексы у нас ползут дальше вверх, потому что им сейчас нужен оптимизм, чтобы дальше расти. Ну и, собственно, трежерис, дальше, точнее, доходность, да, трежерис, она у нас переходит снова в рост после коррекции на том, что у нас снова растут инфляционные ожидания. Собственно, если у нас сегодня будет негативный отчет, если мы здесь его не видим, минус, а есть, на самом деле, причины это ожидать, у нас Bank of America, есть такой американский банк, он выдал нам такой интересный прогноз, что вот здесь, вот здесь у нас будет минус 0,9%, вот здесь. Вот такое вот он значение ожидает на основании своих подсчетов, которые в качестве данных он брал траты по кредитным картам. И вот они посчитали и дали рынку оценку такую, что розничные продажи у нас стоят минус 0,9%. И вот что важно отметить, действительно, все три предыдущих показателя по розничным продажам за январь, за февраль, за март, они очень точно предсказали. То есть, где там был взлет, где там было падение, они достаточно точно это предсказывали, и это, конечно, прибавляет весу их прогнозу, который очень сильно расходится с прогнозом в умерговой здесь в 1%. И если мы видим, собственно, вот такое вот движение, то, на мой взгляд, негативная диамика в акциях снова преобладает. Здесь мы увидим, вот по S&P 500, если мы возьмем, вот эта коррекция, которая здесь произошла, это всего лишь отскок перед движением дальнейшим сюда ниже, в сторону 4 тысяч. Скорее всего, это спровоцирует пессимизм на фондовых рынках, в рисковых активах продолжение движения вниз. По доллару мы увидим продолжение движения вверх, он будет тестировать вот этот, соответственно, верхнюю границу канала, будет дальше уходить и так далее, двигаться как раз-таки на слабых розничных продажах. Ну и, собственно, по доходности мы, скорее всего, увидим продолжение вот этого тренда вниз движения. Но, так как мы говорим с вами о тех инструментах, которые мы можем торговать, давайте все-таки сосредоточимся на долларе и на фондовых индексах, рассчитываем, если у нас слабый отчет по розничным продажам, то все-таки дальнейшее, вот этот down-trend доллар, который здесь есть, будет еще один период паузы, будем так говорить, в течение которого у нас позволят данные развиться вот здесь моментом положительным, именно в индексе доллара. Это, конечно же, по евро-доллару, по фунту-доллару выразится в том, что у нас перейдет, перейдет они снова у нас вниз, движение в сторону 1.20 по евро-доллару и в сторону 1.39 по фунту-доллару. Это у нас, если выходит сегодня, слабый отчет по розничным продажам. Вся следующая неделя, на мой взгляд, пройдет под эмблемой, под эгидой укрепления американского доллара, потому что всей той историей, которая двигала down-trend доллара, это вот это и ускорение инфляции в США, будет нанесен очень сильный такой ощутимый удар. Поэтому сегодня очень важно, что состоится, вот розничные продажи, они будут решать, на мой взгляд, судьбу американского доллара, от них сейчас очень многое зависит. Мы с вами, собственно, разобрали, что ожидать от негативного сюрприза в данных и от позитивного сюрприза в данных. Собственно, я считаю, на мой взгляд, что все-таки у нас будет позитивный сюрприз в розничных продажах и сегодняшний отчет позволит укрепиться американскому доллару, индексу, до уровня 90.25. На следующей неделе будет какая-то коррекция в рамках вот этого тренда, мы отскочим вот сюда, в верхнюю границу. И уже затем мы будем двигаться к февральскому минимуму, это у нас уровень 89, вот здесь 65. Мы уже его будем тестировать. На следующей неделе можно будет ориентироваться, собственно, вот на эту цель. Что еще? У нас вчера вышли данные по пособиям по безработице. Давайте кратенько пробежимся, что у нас вчера было и что не означает. Вот, собственно, пособия по безработице, рынок труда, что мы видим. Достаточно хорошие положительные данные, превзошли прогноз. Наиболее важный субпоказатель – первичные заявки на пособия по безработице. То есть, только кто вот только что подал на пособие заявку свою. Новый мы видели постпандемический минимум 473 тысяч, более чем прогноз 490 тысяч. Ну, по длительным заявкам мы видим также значение в целом. Такое же, как и предполагал прогноз у нас, это нам говорит о том, что рынок труда в США продолжает восстанавливаться и, естественно, принижает влияние значения апрельского слабого отчета на рыночные ожидания. Потому что вот по сайту разработчику все-таки говорят нам, не волнуйтесь, все-таки давайте дождемся еще данных non-farm payrolls в следующий месяц, чтобы делать выводы. Не спешите делать выводы из слабого отчета. Также стоит отметить вот здесь, по инфляции, это у нас производственные цены, индекс производственных цен. Очень сильное превышение прогноза в базовых производственных ценах за апрель 4,1%, прогноз 3,7%. Но нужно отметить, что апрель и май, это как раз-таки пик локдауна в прошлом году в США, там все падало, в том числе и по инфляции были плохие очень данные. Понятное дело, у нас возникает этот пресловутый эффект низкой базы. Когда что-то очень сильно снижается, то когда мы мерим относительно этого низкого уровня, дашь какое-то средненькое значение, которое будет здесь или здесь. Из-за того, что очень сильно упало, сравнение с тем, что очень сильно упало, конечно же, будет очень позитивным и большим в данном случае. Большие будут отклонения, вот, собственно, мы и видим в них. Поэтому апрель и май, это как раз-таки те месяцы, где эффект низкой базы проявляет себя максимально просто. Поэтому видим вот такие вот отклонения. Ну и плюс, конечно же, очень было трудно удивить на самом деле рынки после апрельского индекса потребительских цен. Да, который там очень сильно упребился. Очень планка, планка, вот удивить рынок, она была очень высока. Поэтому в целом мы пропустили эти данные, но все равно они подтверждают нам, что есть ускорение инфляции в США. И за этим сейчас очень важно следить. Нужно еще больше данных, чтобы составить впечатление о том, что у нас с инфляцией происходит. Сегодня также важным отчетом будет отчет ЕЦБ. Это у нас минутки, так называемые, протокол заседания ЕЦБ. Основное внимание это у нас функция реакции ЕЦБ на возможное ускорение инфляции. Так же, как в США вам соблюдается инфляция, скорее всего и ЕС это не обойдет. Но еще совершение информации, что у нас, как будет действовать ЕЦБ в ответ на это ускорение инфляции. ФРС уже дал четко понять, мы допускаем перелет инфляции выше 2%. Мы потепим, мы хотим увидеть перегрев небольшой в экономике. Неизвестно, как будет ЕЦБ на это реагировать. Собственно, сегодня ожидается, что в этом отчете, в протоколе будет больше информации по этому поводу. Плюс, плюс еще мы ждем в этом отчете больше деталей, подробностей по программе пандемической скупки активов. Это основной сейчас инструмент воздействия ЕЦБ на денежную базу, на инфляционные ожидания. Основной способ запустить экономическую активность. Это как раз таки скупать проблемные активы по их мнению и таким образом кредитный стресс какой-то снимать в экономике. Если у нас ЕЦБ дает сигнал, что ограничена они скупка активов, вот этот объем пандемической программы скупки активов, если они какое-то ограничение ведут, дадут намек, что скорее всего скоро порога будет сворачиваться в обозримом будущем. Это, конечно, позитивный сигнал для евро. Скорее всего так произойдет, поэтому по европейской валюте мы ожидаем от релиза, именно позитивное влияние релиза на европейскую валюту. В целом, если мы увидим сегодня также слабый отчет по розничным, точнее сильный отчет по розничным продажам, скорее всего мы увидим сегодня продолжение тренда в евро-долларе. Цель 1.21.50, поэтому очень важно сейчас, вот два отчета, минутки ЕЦБ плюс розничные продажи. Поэтому давайте следить за данными, посмотрим, что сегодня нам покажет экономический календарь, вот эти два отчета, на что они нам укажут. Собственно, расклад мы с вами уже выяснили, проанализировали. На этом у меня все, я завершаю свой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк, если вам понравился этот выпуск и вы хотите увидеть новые. Вот, на этом у меня все, всего доброго, торгуйте в профит.